Здравствуйте! В эфире новости Смоленская из студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Все выявленные замечания переданы для устранения подразделения. День охраны труда на предприятии. Практика очень хорошая и ваша даже, я бы сказала, уникальная, потому что одноконтурная станция и можно посмотреть действительно все, они через стекло. Студенты-ядерщики Белорусского университета на САЭС. Атомщики почтили память воинов Великой Отечественной войны. Очень здорово, что у нас в Десногорске проходит ваш интересный, ваш боевой форум. Чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». На Смоленск АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3024 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 26 дней июня составила 1,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 618 миллионов. С начала года выработка составила более 11,6 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана – 822 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Среди новых энергоблоков, планируемых к размещению, два энергоблока «Смоленск АЭС-2» с реакторами ВВР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт. Согласно генеральной схеме, энергоблоки «Смоленск АЭС-2» планируются к сооружению в период с 2026 по 2030 годы, взамен выбывающих мощностей Смоленск АЭС. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме нарядно-допускная система производства работ, состояние применения средств индивидуальной защиты, состояние маркировки, сигнальной разметки травмоопасных зон. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Были проведены обходы в рамках третьей ступени контроля комиссии под председательством директора в подразделении ОЭТПЕ, комиссия под председательством главного инженера в цехе вентиляции и комиссия под председательством первого заместителя главного инженера по эксплуатации был проведен обход в транспортном цехе. Все выявленные замечания переданы для устранения подразделения. Нужно отметить неплохое состояние оборудования, состояние маркировки. Вместе с тем были выявлены вопросы, которые нужно будет устранить. При подведении итогов мы выполнили поручение генерального директора концерна «Росэнергоатом» по результатам участия в конкурсе на лучшие знания требований охраны труда среди ИТР и рабочих концерна «Росэнергоатом». Наши два специалиста принимали участие. Это Лисавин Олег Анатольевич, начальник смены химического цеха, и Левин Станислав Вячеславович, оператор реакторного отделения цеха вентиляции. Им объявлена благодарность генерального директора концерна «Росэнергоатом». Студенты-ядерщики Белорусского национального технического университета прошли практику на Смоленск АЭС. Это уже пятая группа в рамках договора между атомной станцией и БНТУ. Будущие специалисты паратурбинных установок проходят ознакомительную практику на российских АЭС после четвертого курса. Практика очень хорошая и ваша даже, я бы сказала, уникальная, потому что одноконтурная станция, и можно посмотреть действительно все, а не через стекло. Я тут поражен размерами всего этого. Вижу впервые. Как-то посчастливилось постоять на реакторе. Ведь на ВВР этого не дадут сделать. Вот. Ну, все это очень интересно и необычно. То есть, такого не расскажут, это своими глазами видеть всегда дорогого стоит, как говорится. Под руководством опытных инструкторов учебно-тренировочного подразделения Смоленск АЭС практиканты осваивали специфику производства электроэнергии на энергоблоках с реактором РБМК, знакомились с техническими характеристиками оборудования цехов, изучали принципиальную тепловую схему станции и многое другое. Важным пунктом производственной практики стала ознакомительная экскурсия на атомную станцию. Молодые энергетики посетили машины и реакторные залы, помещения главных циркуляционных насосов, узнали о работе технологического оборудования и систем. Воочию убедились в высоком уровне безопасности АЭС и профессионализме персонала. 22 июня делегация Смоленск АЭС под руководством директора Павла Лубенского приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. На мемориальном комплексе Курган Славы представители станции, администрации Десногорска, предприятий и организаций города, ветераны и молодежь возложили цветы и венки к могилам павших бойцов. Атомщики присоединились к международной мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны, которая призвана почтить память тех, кто не вернулся с кровавых полей сражений, кто отдал свою жизнь ради победы. В этот день Десногорск присоединился к всероссийскому социальному проекту «Дом со звездой», направленному на увековечивание памяти об участниках войны. Первая красная звезда, символ отваги и доблести, была размещена на подъезде дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Иван Григорьевич Новиков. Мы начинаем установку памятных знаков, это красная петоничная звезда, как символ того, что наша память лежала. Мы не забыли события той жестокой войны, и главное, мы не забыли подвиг нашего народа. Мы продолжим установку данных звезд в нашем городе. К сожалению, не так много ветеранов, живых свидетелей той войны и героев, что у нас осталось, но мы о них помним. Установить такие звезды планируется во всех домах Десногорска, где проживают ветераны-фронтовики. В Десногорске при поддержке Смоленска АЭС прошел межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». Чемпионат направлен на сохранение и развитие культуры казаков в области спорта, традиционных соревнований и патриотического воспитания молодежи на примере славных традиций предков. Очень здорово, что у нас в Десногорске проходит ваш интересный, ваш боевой форум. И это правильно, что мы сюда привозим наши традиции, традиции наших отцов и дедов и прадедов, традиции нашего казачества. Организаторами мероприятия выступили Общественная организация развития традиционного военного искусства Российская федерация рубки шашкой «Казарла», Администрация Десногорска, Десногорское хуторское казачье общество Смоленского отдела Центрального казачьего войска. Более 100 участников из 13 регионов России показали себя в различных спортивных соревнованиях. Рубка с шашкой, джигитовка, пешая рубка разных категорий, рубка с коня, соревнования по фланкировке, экзамены по пешей и конной рубке. У нас в городе существует уже достаточно давно Десногорское хуторское казачье общество. Одно из деятельностей ее – это и спортивное направление. А учитывая, что это в том числе и затрагивает традиции казачьи, получается, что проведение вот таких вот чемпионатов, оно уже становится не то что традиционным, но будет традиционным. Поэтому мы приняли для себя решение, что чемпионаты Смоленской области и чемпионаты Центрального федерального округа будут проходить у нас. Десногорцы заняли призовые места в чемпионате. Сергей Шлыков – бронза в квалификации У-7 и Михаил Иванцов – серебро в квалификации У-5. Главный приз – казачью кованую шашку – получил Сергей Япошников из города Тула. Первый раз в Десногорске. Город, конечно, очень красивый, такой островок цивилизации посреди живописной природы. Казаки – это своеобразный особый дух, сила, воли, культура и отдельный народ. И вот этот дух свой они привезли на эту землю. В рамках чемпионата также прошел открытый фестиваль казачьей культуры «Богатица», где семь фольклорных коллективов показали свой талант и раскрыли всю красоту казачьей песенной культуры. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok